Мы снимаем видео для тех, кто купил станок ЧПУ, или хочет его купить, или просто для тех, кому интересно, как он работает. Мы будем вырезать вот такую вот картину. Плохо видно, но это Покровский собор из дерева. Довольно-таки симпатичная. В надежде на то, что будем их продавать. Дальше это дело все будет у нас покрываться деревом, точнее морилкой и прочим лаком, белофой. Мы установили такую вот заготовку из дерева. Дерево у нас сибирская лиственница, оно твердое, но не очень дорогое, при этом красивое. Покупаем мы щиты, большие мебельные. Вот мы видим такой распиленный уже один щит на заготовке. Первым делом нам нужно установить ноль. Это ось Z. Для того, чтобы его установить, мы подкладываем в какую-нибудь бумажку, в данном случае полтинник. Медленно опускаем фрезу, до тех пор, пока не почувствуем, что бумажка перестала ерзать, пока фреза ее не прижмет. Как только мы это почувствуем, мы ее чуть поднимаем, вытаскиваем бумажку, опускаем фрезу. Это у нас и есть ноль. Ну, собственно, все это в такой программе у нас. Вот. Обнуляем Z. То есть, теперь у нас программа знает, что это верх нашей заготовки, и от этого она будет плясать. Так, сейчас мы видим, что здесь у нас считает начало нашей заготовки, начало нашей модели. Программа, считаю, здесь начнется. Смотрим, хватит ли нам этого. Не выйдет ли за пределы. Видим, что здесь нам расстояния хватает. И здесь, также это уже конец модели. Двигаем вверх. Мы описываем периметр модели, чтобы убедиться в том, что у нас правильно установлена заготовка. Вот мы едем правильный верхний угол. Он у нас будет здесь. Здесь нам ничего не мешает. Едем дальше. В принципе, здесь также свободно. Ну и все, двигаемся домой. Так, это будет начало нашей заготовки. В принципе, можно начинать. У нас имеется вот такой вот стружкоотсос, чтобы все не запыливалось. Мы его включили. Сейчас будем начинать фрезерование. Убираем ручное управление, чтобы совершенно ничего не задеть. Включаем фрезу. Вот так она у нас запускается. И начинаем. Жмем старт. Уменьшаем пока скорость грызания, чтобы на первый праг не сломать фрезу. Едет немножко дым. Когда фреза идет медленно, допускается горение дерева. Это очень страшно. Сейчас фреза попрет вправо. Субтитры подогнал «Симон» Все, теперь врезание будет идти штатно в режиме. Увеличиваем скорость. Видно, что фреза теперь идет быстрее. Сейчас следующим подходом поставим 100%. Ну и в принципе все. Теперь только остается ждать. Здесь у нас постоянно выводятся показания, какая сейчас глубина врезания. Можно на них смотреть и поориентироваться. Все ли у нас правильно. Особое внимание надо обращать на «Зе». Не елзим ли мы по столу. У нас заготовка 20 мм. Сейчас она на минус 19,5 мм. Это нормально. Полмиллиметра мы потом отпилием. Вот теперь фреза поднялась выше. 12 мм. И пошла делать рамку нашей заготовки. У нас прошло полчаса. Здесь мы видим ход выполнения работы. Время. 29 минут. Ну, работает оно поменьше. Там уже заборчик виден. Тут видно очертания. У нас стоит не очень высокая точность. Время. Для экономии времени. Шаг четверть миллиметра. Шаг четверть миллиметра. У нас аппарат чуть стригается. Продукт. Еще заготовка. Время дляstoсти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...